Всем привет! С вами программа 200 и я Олег Малых. Мы продолжаем работать, несмотря на жаркую жару. А знаете почему? Потому что мы умеем с ней бороться и вас научим. Ловите топ-5 правил для жаркого лета. Наконец-то наступило лето. Но вместе с долгожданным отдыхом пришла и страшная жара, от которой не спасают даже тяни деревьев. В нашем сегодняшнем топе 5 важных правил спасения от жары. Первое и самое простое правило – пейте как можно больше воды. Обычной, питьевой, без газа и, главное, не холодной. Иначе можно подхватить ангину. Вместо воды можно пить зеленый чай, только натуральный. Он в жару тоже неплохо спасает. Забудьте про моду и тренды. В жаркую погоду надо носить легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей. Они отталкивают теплые солнечные лучи и не дают телу перегреваться. Запомните, самое жаркое и опасное солнце с 11 до 4. Поэтому гулять лучше или с утра пораньше, или после 5 вечера. Ну а днем лучше оставаться дома, пушить фрукты и жаловаться на ужасную жару за окном. Если какая-нибудь необходимость все же выгнала вас на самый солнцепек, вам не обойтись без головного убора. Кепка, панамка, бандана – неотъемлемая часть любого летнего образа. Альтернатива – тепловой удар. И независимо от того, во сколько вы выходите из дома, позаботьтесь о безопасности вашей кожи. Перед выходом обязательно нанесите солнцезащитный крем. Он предотвращает появление солнечных ожогов, защищает вашу кожу от ульдрофиолетового излучения, а вас от неприятных болезней. Вот видите, ничего сложного в том, чтобы спастись от жары, нет. Запомните эти простые правила, и они вам помогут обезопасить вас и ваших друзей. Всем хорошего лета! Удачи! Кондренеры и вентиляторы появились совсем недавно, а жара была всегда. Я даже не представляю, как люди 100 или 200 лет назад с ней справлялись. Мы находимся в музее городского быта. На улице жара, но здесь прохладно, потому что в этом помещении есть кондиционер. А 100 лет назад его не было. Как же люди справлялись с жарью еще? 100-200 лет назад с жарой людям приходилось бороться всеми возможными способами. Они даже дома строили так, чтобы в них сквозняки охлаждали воздух. Были и другие лайфхаки, например, холодный пол. То есть вот предположим, то самое место, где мы сейчас стоим, в детской комнате. Здесь мог в том числе под полом находиться так называемый ледник. Это вместо холодильника на тот момент 3 камера метр на метр, где можно было хранить пищу. На улице от жары надежно спасали шляпу. Мода на них постоянно менялась. Но чем шире были поля, тем лучше они защищали от солнца. Вместо вентилятора были веера. Шорты, короткие юбки, майки. В прежние времена носить было неприлично. Даже летом дамы ходили в длинных платьях, а мужчины в костюмах. Вся одежда была из светлых натуральных тканей. Поэтому в ней было не жарко. Также у нас в женской спальне есть так называемая амбрелька. Зонтик от солнца. То есть тогда не то, что именно от жары, скорее от загара. Считалось, что не очень хорошо, что люди загорят на солнце. Мы стремились сохранить белизну кожи. Еду хранили в специальных ледниках, в погребах. Мясо и рыбу засаливали, чтобы они не фоткались. Молоко замораживали в лед. Еще были специальные приспособления, чтобы подавать на стол холодные продукты. Вроде мороженого, масла или икры. Если мы говорим про наш маленький переносной холодильник, то он у нас вот здесь и находится. По компоновке, что там получается? Там выпуклое дно, куда помещается колотый лед. На него ставится тарелочка. В нашем случае, раз говорим про икорницу, ставится тарелочка с черной икрой. И по функциям получается, что это тот самый маленький переносной холодильник. Если жарко было и ночью, люди заворачивались в мокрые простыни. И так засыпали. Говорят, помогало. И, кстати, этот опыт можно взять на заметку и нам. У меня есть айфак лично для вас. Если у вас дома нет кондиционера, то вы можете взять полотенце, намочить его холодной водой и повязать на шею. Вот таким способом. Стало лучше? Да. Пользуйтесь этим лайфхаком и точно не пожалеете. Детям спички не игрушка. Они вообще никому не игрушка. Не зря МЧС каждый день и предупреждает о высокой пожарной опасности. Эй, ты же весь пух прибил, а я поджечь хотел. Вроде что может случиться из-за заполиного пуха. Он горит быстро, весело. И вроде поджечь ничего не успевает. Ты представляешь, да, вот, ну, ты поджег вот на этой маленькой площадке. Дунул ветер, а дома-то рядом, да. Рядом машины, рядом дети гуляют. Это все может разнестись в считанные секунды. И огонь подожжет все вокруг. Почти каждый день в новостях говорят о повышенной пожарной опасности. Это значит, что даже из самого маленького источника огня может случиться страшный пожар. Так часто бывает, когда на улице долго стоит сухая, жаркая погода и дует теплый ветер. Как в этом году. Только от тополиного пуха и сухой травы произошло более 130 пожаров. И могу даже рассказать один случай. В городе Новоульяновский мальчик, также подросток, школьник, баловался со спичками, поджег тополиный пух. И к чему это привело? Это привело к тому, что огонь по пуху дошел до здания, потихонечку залез под обшивку и загорелся утеплитель. То есть случился пожар. Особенно осторожно нужно быть с огнем на природе. Жечь костри в неподготовленных местах ни в коем случае нельзя. В жару любой лес вспыхает, как спичка. А потушить его очень сложно. Все живое, что попадается на пути огня, оно тоже гибнет. Это и животные, и насекомые. Представляете, какую большую трагедию вы можете принести, поиграв с огнем, да? То есть от вашей детской шалости может произойти большая беда. Но что делать, если пожар уже начался? Прежде всего, нужно покинуть опасное место. Ни в коем случае нельзя паниковать или пытаться спрятаться. Не надо тушить огонь самостоятельно. Зовите на помощь взрослых. И звоните пожарным по номеру 101 или 112. И главное, помните. Спички, детям и игрушки. У нас сейчас жаркое лето, а в Австралии зима и холодно. Или, например, сейчас у нас каникулы, а в Японии дети учатся. И таких различий между странами множество. Даже в самых мелочах. Один из удивительных примеров быта это не разуваться дома. На Кипр ходят по дому в уличную обувь. Еще из необычного. Эти киприоты не любят чай. Вместо него они предпочитают регулярно пить кофе. У нас в Канаде можно ходить по газонам сколько хочешь, а в России нельзя. Здесь делают кленовый сироп, а в России не делают. Нью-Йорк город контрастов. Так что у каждой семьи по-разному. Например, у меня смешная семья по-разному. Получается, что мы едем с китайскими палочками, с японскими палочками, с вилками, с ложками, из каменных корейских мисок и все прочее. В Нью-Йорке у всех по-разному. У нас в Германии принято сортировать мусор. К этому относятся очень внимательно. Есть контейнеры для бумаги, для пластика и для средного мусора. В Японии мусор разделяется на несколько частей. Сжигание, пластика, ботовая техника, железо и так далее. Еще оно выносится в два раза в неделю в специальных пакетах. Но если ты не успел вывезти до 9 утра, то все. Можно сказать, надо оставлять мусор опять дома и ждать неделю. Я живу в Канаде и каждое утро Канадец просыпается и всегда идет и покупает чашку кофе. В Астрале сейчас зима. Очень холодно. Пять градусов в днем. На Унце ты можешь видеть людей без туфли. В Астрале люди любят кушать барбекю и потом они любят обезвиваться пластика. Пока! Не важно, какая погода, не важно, в какой вы стране. Видосики это всегда круто. Смотрим! Смотрим! Наш выпуск подошел к концу и мы увидимся с вами через один месяц. Смотрите нашу афишу всем пока-пока! Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу сообщить, что команда 200 уходит отдыхать, поэтому встретимся мы с вами только через месяц. Но чтобы вы без нас не соскучали, давайте посмотрим киноафишу по самым интересным фильмам на ближайший месяц. 27 июня нас ждет премьера фильма «Мой любимый чемпион» лучший друг 13-летней Саши Конь Джонатан. Ее любви к нему не разделяют ни мама, ни одноклассники. Лишь только бабушка поддерживает внучку и ее строптивого друга на пути к новым открытиям и большим победам. Разделите их вместе с героями в кино. Эмма с самого детства живет в удивительном мире лам. Они ее семья, до тех пор, пока девочка не начинает чувствовать себя не такой, как все. Она все чаще задается вопросом о своем истинном происхождении. Чтобы найти ответы, Эмма отправляется в захватывающее путешествие, которое откроет ей все тайны и поможет найти новых друзей. Эмма в мире лам. Смотрите с 27 июня. Любители собак, эта информация для вас. Фильм «Любовь и песики» расскажет нам про двух безумно влюбленных друг в друга псов, чьи хозяева даже не знакомы. Чтобы стать одной семьей, собакам непременно нужно их свести. Но как познакомить бедного ветеринара с гламурной клиенткой? Хитроумные песики сделают все, чтобы их хозяева были вместе. Романтический фэнтези-фильм «Самая большая луна» выходит на большие экраны 4 июля. Эммы сверхлюди, которые живут среди нас. Они могут управлять человеческими эмоциями, не чувствуют боли, но совершенно не умеют любить. Именно поэтому их существование под угрозой. Молодому Эммеру Денису предстоит найти ту, которая поможет ему все изменить. На фильм «Развеселые каникулы» лучше пойти вместе с родителями. Семье Хендриксов срочно нужен отдых, и они направляются к Атлантическому побережью. Поиск семейного счастья на автофургоне становится серьезным испытанием, и никто даже не подозревает, что это новое начало для всей семьи. Смотрите с 4 июля. Вот такую кинопрограмму на ближайшей неделе мы для вас придумали. С этими фильмами вы точно не заскучаете, и время полетит совсем незаметно. С вами была отличного настроения, и до новых встреч! А я вас тоже вижу. У меня волшебное зрение. Эмма отправляется в захватывающее путешествие, которое откроет вещи. Вот, пошло. Все. У меня есть лайфхакли. Давай, я сходу, сходу. В жаркую погоду надо начать легкую одежду, и светлых. Что ж тут сделать? Кажется, взять полоску. И они направляются к антилактическому кубику. А я что сказала? А-а-а! Выйдут без главного убора, а потом ой, мне плохо! кот. Надо было, чтобы мы находились в какой-то комнате по помощь монтажа. Сделать так, что тут были деревья и всякое такое. Он эпиджечка снял.